Правительство региона продолжит открываться перед гражданами. Ивановская область станет пилотной площадкой в ЦФО по внедрению региональной системы «Открытое правительство». Гражданам предлагается не критиковать исполнительную власть, а помогать ей советам. После таких преобразований ответственность за решение той или иной проблемы будет возложена не только на чиновников. Сегодня мы находимся на переломном этапе, когда гражданское общество готово к обстоятельному диалогу с властью. Мы это чувствуем и ценим. Именно поэтому участию в проекте «Открытое правительство» столь много времени уделяет и губернатор, и аппарат правительства Ивановской области. Бытует мнение, что негативный облик власти формирует в сознании жителей региона пресса. По крайней мере, большинство выступающих пеняли именно на СМИ. А если Ивановец не уважает свою власть, никакое «Открытое правительство» тут не поможет. Сегодня мы видим рост неконструктивной и во многом неаргументированной критики чиновничества. Если государственным служащим сегодня выдвигаются самые высокие требования, то необходимо повышать имидж государственной службы, разъяснять суть деятельности чиновника, воспитывать уважение к его труду. Без этого взаимодействие государства, общественных институтов и профессионального сообщества не может быть эффективным. Пока под открытым правительством понимается введение официальных сайтов исполнительных органов власти по единому стандарту. Внедрение экспертного совета и общественных советов при правительстве. К слову сказать, несколько общественных советов при губернаторе уже работают. И весьма эффективно. То, что здесь высказывалось количество различных общественных советов, нужно ли оно, не нужно ли персоналей, которые есть в этих общественных советах. Ну, давайте так. На самом деле, но ничего там иного, ничего нового мы все равно пока не изобретем. Не изобрели, по крайней мере. И многие общественные советы, вот как Ольга Анатольевна приводила пример, они работают достаточно эффективно. И люди смело высказывают свою позицию, добиваясь от власти принятия соответствующих решений. Впрочем, обсудить проект открытого правительства смогли далеко не все. Лидер профсоюза таксист Роман Круглов темой был заинтересован. На заседание его пригласил через твиттер вице-губернатор Виктор Смирнов. Однако Романа Круглова, представителя того самого гражданского общества, с которым хотят сотрудничать власти, в правительство так и не пустили. В списке приглашенных у охраны он не числился. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.